Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на первый выпуск канала Секреты Outlook. На нашем канале мы будем рассказывать о секретах работы в Outlook и о повышении продуктивности работы в этой прекрасной программе. Сегодня мы поговорим о простых вещах, о базовых, о таких как форматирование текста. Что такое форматирование текста? Все мы пишем письма в Outlook и знаем, что текст можно как-то оформлять с тем, чтобы выделять какие-то участки текста, с тем, чтобы наши коллеги, друзья на них обращали внимание. Но почему-то не все этим пользуются. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы есть для оформления текста и что такое вообще форматы текста и как ими пользоваться. Прежде чем говорить о форматировании текста, нужно узнать, что такое форматы текста. Форматы текста бывают HTML, обычный текст, RTF. Это три основных формата. Для чего нужен формат HTML? Это наиболее употребимый формат. Текст в этом формате можно менять, оформлять, менять его размер, вставлять таблицы, ссылки в текст, оформлять текст цветами. Плайн текст или обычный текст. Это самый бестолковый формат. В нем ничего нельзя форматировать, разве что нажимать Enter, чтобы делать новый абзац. Но в этом формате можно оформлять ссылки, то есть вставлять их в текст, с тем, чтобы по ним можно было перейти. Что такое Rich Text формат, RTF? Это бывший формат системы Microsoft Word. На самом деле она его поддерживает. Это незаслуженно забытый формат, такой же, как в Word, как я сказал. Можно всячески выделять, менять текст, менять его размер, вставлять картинки, таблицы, ссылки, все что угодно. И что очень сильно отличает его от других форматов, это то, что в этом формате можно вставлять файлы непосредственно в тело письма, непосредственно в сам текст. Например, вот, есть ли у нас такой, например, там, хотим мы выбрать какой-то кроссовер, да? Напишем по поводу выбора, смотрите, файл. Например, там, да, по факту, просьба сообщить. И вот мы хотим, чтобы файл наш был приоттачен, прицеплен к письму непосредственно прямо вот здесь вот между этими фразами. Мы берем и вставляем этот файл, выбор кроссовера. Видите, он не вставился непосредственно в текст, а потому что здесь используется формат HTML. А если мы переключимся на RTF, то этот файл оказался прямо-таки в письме. Это бывает удобно, когда нужно по факту, по теме письма, сочиняем какой-то текст и говорим, что, пожалуйста, обратите внимание, что файл вот он, вот он здесь, да? Его можно перетаскивать здесь, прям как картинку. Вот такой вот это формат RTF. Так что пользуйтесь. Поехали дальше. Как вот нам все-таки выделить текст разным способом, да, как его оформить? Напишем такую фразу. Выделение текста. Давайте его скопируем несколько раз и посмотрим, что из этого будет получаться. Что из этого будет получаться? Ой-ой-ой. Я пока не профессиональный ведущий, так что у меня случаются ошибки. Так вот, выделим этот участок, например, фломастером желтым. Можем выделять зеленым. Но сначала нужно взять этот фломастер. Выделим вот этот вот участок, вот этот вот текст красным. Этот текст стал красным. Вот на панели это цвет самого текста, цвет шрифта. Можно увеличивать, уменьшать размер. Да, для чистоты эксперимента давайте все-таки переключимся в HTML. Никакой разницы, вы видите, не возникло, да, что так, что так. А вот если мы переключимся в обычный текст, да, давайте сразу это посмотрим. Переключимся в обычный текст. Он говорит, что будет потеряно форматирование текста. Бац, и все выделения ушли. Вернемся, Ctrl-Z. Так, продолжаем. Как мы выделяем дальше текст? Мы используем, например, курсив. Мы используем подчеркивание. Мы делаем текст жирным. Ой, мне пришло письмо. И так далее. Мы можем все это сделать на тексте одновременно. Можем выделить его желтым. Сделать его жирным, курсивым, подчеркнутым, красным. Жирным, курсивым, подчеркнутым, красным. Также можно его сделать перечеркнутым. Или, например, разместить его как нижняя часть или верхняя часть. Верхняя ссылка. Как говорится, как степень, да. Есть еще вот такая вот кнопка очистить все форматирование. Она просто возьмет и удалит все форматирование с данного участка текста. Ctrl-Z. Отменить. Что еще интересно. Как же нам сделать так, чтобы, например, работать с абзацами? То есть, как мы знаем, можно набрать много текста. Да. Можно набрать много текста. Давайте очистим форматирование. Вот у нас кнопка есть. Давайте скопируем эту фразу и размножим ее. Держим просто Ctrl-V, да. Вот у нас много текста. Да. Ну, пусть так. Не очень красиво, конечно, получилось. Давайте все-таки сделаем так, чтобы это был как будто бы абзац, да. Такой. Один абзац, второй абзац. О чем я вам хочу сказать? О том, что вот, например, некоторым хочется сделать полуторный интервал. Где это искать? Где это? Это нигде не видно, да. А вот, оказывается, здесь есть вот такая маленькая стрелочка. Да. Мы знаем, что вот здесь вот есть стандартные разметки абзаца. Все как в варде. Все как мы любим, да. Или нумерация, или точечки, или по центру, или сбоку, справа, слева. Но нет абзаца. А абзац спрятан вот здесь вот. Он вот здесь вот находится. То есть, если мы хотим сделать междустрочный интервал полуторный, то это вот здесь находится. Вот он сделался. Уберем точечки. Все находится именно здесь. И если вы хотите очень много текста очень красиво оформить, то касательно абзаца все находится здесь. Продвинутые средства работы со шрифтами находятся по этой маленькой стрелочке. То есть, вы можете выделить что-то, пойти сюда, сделать это с зачеркнутым, или даже двойным зачеркиванием. Отстрочный, подстрочный, но это в кнопочке мы видели раньше наверху. Малые прописные, все прописные и так далее. Даже скрытый текст есть. Не знаю, что это такое, честно говоря. Я никогда не пробовал. Тут еще текстовые эффекты. Это уже для продвинутых. И не знаю, зачем это нужно. Никто этим не пользуется. И можно сделать текст разряженным. В общем, здесь все, что в Варде, все здесь доступно для форматирования текста. Ну что же, на сегодня, наверное, это хватит. До первого ролика достаточно. Используйте форматирование текста в письмах Outlook. Помните о том, что если вы перейдете на обычный текст, все форматирование будет потеряно. Помните о том, что если вы получили письмо в формате обычный текст, то при пересылке вы не сможете его оформить, пока не переключите в HTML. Например, показываю. Вот, мы переключили в обычный текст, все потеряли. Ваше письмо выглядит вот так. Вы хотите его переслать. Ничего не оформляется. Видите, никакие инструменты не активны. Чтобы они стали активны, нужно перейти в формат текста, HTML. Все инструменты стали сразу доступны. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Извините за некий сумбур. Все-таки первый ролик. Первый блинкомом. Но, тем не менее, я думаю, я наберу скоро опыта. А пока, если вам понравился совет и информация, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Постепенно я буду увеличивать мощность и частоту выпуска роликов. Буду повышать свою квалификацию как автора роликов. Спасибо вам. Всего доброго.